МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вы руководитель уже с 10-летним стажем, правильно, да? Да, все так, да. Как вообще так получилось, что вы пришли к руководству именно своего предприятия? Ну, все начиналось как бы много лет назад, получается, когда я только еще начинал свою трудовую деятельность. И мне, получается, пришлось пройти трудовой путь от обычного работника до руководителя уже как бы в найме. И после этого, когда вот эти границы были пройдены, я подумал, что можно рискнуть и попробовать свои силы уже как бы на ниве собственного дела, собственного предпринимательства и собственного предприятия. Потому что я подумал, что если сейчас не рискнуть, то потом уже когда это еще, да, там, как бы, то есть такой шанс выпадает, может быть, как бы не каждый день. И поэтому потом я ушел уже работать как бы вот и начал организовывать собственное предприятие непосредственно, вот, собственное дело. И вот так потихоньку, потихоньку, помаленьку, и до сих пор я этим занимаюсь. Вы говорите рискнуть. Все-таки предпринимательство – это риск? Ну, конечно, предпринимательство – это большой риск, потому что одно дело, когда ты работаешь наемным работником, и тебе зарплата приходит на карту ежемесячно, и другое дело, когда все зависит только от тебя. То есть это получается такая работа 24 на 7 постоянно? Ну, конечно, конечно. Если говорить о бизнесе, многие, может быть, думают, что сейчас я начну свое дело, я там буду отдыхать, а за меня будут люди работать. Но это не так, конечно. Это работа, и ответственность у тебя намного больше, потому что у тебя расширяется круг твоей ответственности, по идее. Когда ты работаешь в найме, у тебя есть определенная ответственность за то, что ты делаешь, за какую-то работу, которую выполняешь, а тут ты за все отвечаешь, получается. Вот поэтому там намного все сложнее, но зато интереснее. Но это не напрягает быть все время и в выходные, и без выходных? Ну нет, это нормально. Я считаю, что это вообще зато ты отвечаешь полностью за свою жизнь, как ты ее будешь планировать, строить вообще. И вот в этом есть, может быть, и заключается свобода человека. Ну вот если у меня, например, нет своего бизнеса, но появилось огромное желание, с чего начать? Ну, наверное, нужно начать сперва думать о том, какие навыки есть у вас для того, чтобы начать это дело. Потому что начать что-то с чистого лица, со всем, что не умеешь, если вы работаете на телевидении, а начать валенки валять, ну, как бы это трудно будет. Конечно, это можно научиться легко, наверное, пойти работать, научиться, но, соответственно, лучше начинать, наверное, с того, что умеешь лучше всего. Как кажется, по идее, можно выписать просто свои навыки, свои умения. У кого-то есть, может быть, хобби, которые можно легко превратить в бизнес. Либо кто-то учился. Вот у меня, например, электротехническое предприятие, и я вообще, как бы, всю жизнь учился на электротехнических предприятиях. Я сперва пошел в электромеханический колледж, получается, да, там, то есть по своей специальности. Потом пошел в технический университет еще, да, там, и вот потом только уже, когда эти навыки основные были получены, я уже потом уже пошел учиться на управленческое образование, получается. То есть у меня изначально техническое образование, я в электротехнике, вот, буквально вот только приехал, как бы, от родителей, им там электрику все провел, как бы, электрику сам провел, потому что это все я умею, как бы, все, всему этому я учился, получается, там. Вот, поэтому я и занимаюсь вот этим, то, что мне интересно, то, что я знаю, по идее. И, возвращаясь к этому вопросу, к тому, чтобы, что, с чего начать, то начать лучше с понимания того, что умеете. Либо, либо если есть огромное желание, огромное желание чем-то заняться чем-то новым, да, там, то есть определить себя, вот, я, например, хочу, там, не знаю, там, что-то там делать такое, что вот сегодня я не умею, да, пойти учиться, вот, на это, как бы, научиться, как бы, посмотреть, как бы, вот, и потом дальше уже. А учиться именно, учиться уже руководить сразу или учиться, понимая процесс? Ну, тут разные подходы, да, есть. Вот я лично, наверное, иду к пониманию того, что лучше, конечно, понимать процесс изначально, потому что тогда более-менее понятно, как, что это дело устроится, да, там. Конечно, некоторые могут сказать, что зачем, как бы, руководитель должен руководить, да, нанять, как бы, многие могут сказать, там, людей, которые в этом понимают, да, но в таком случае ты не защищен в том плане, что люди, как бы, могут уйти, а ты останешься, опять же, как бы, и не сможешь этот процесс, как бы, дальше производить, получается, там, вот. Когда вы начинали свой бизнес, прописывали этот бизнес-план, там, риски? Нет, наверное, я не из числа таких людей, хотя там многие, там, школы обучают, что нужен, там, бизнес-план, свои риски, точку без убыточности, нет. У меня такого не было момента, да, у меня жизнь там прошла, что вот я работал в найме, а потом филиал, которым я руководил компанией крупный, в Чуваш Сарон, закрылся. Я решил пойти просто, да, там, и работать, грубо говоря, там, да, там, и мое единственное желание было, там, накормить семью в тот момент, да, там, заработать каких-то денег, чтобы, там, оплачивать. И вот с этого все пошло, то есть не было такого, что я, там, сегодня построю точку без убыточности, там, график, там, план, да, такого не было, там, такого не было. Все пришло потом, потом, как бы, я, потому что учился, по идее, на своих пробах и ошибках, по сути дела, там, да, то есть не было такого, там, предпринимательского опыта не было, не было никакого, там, предпринимательского, там, как бы, и в семье предпринимателей не было, получается. Поэтому приходилось обучаться всему самому, идти учиться, каким-то тренерам тоже приходилось, книжки изучать, все штудировать, какие-то предпринимательские сообщества приходилось идти, и там уже обмениваться опытом и все понимать каждый год, все новое и новое, и дальше развиваться. Много ошибок было? Много. Все ошибки, которые можно было совершить, они были совершены. Ну, это и хорошо, потому что это нормально, это, я считаю, очень правильно, потому что, если бы не было этого, то, может быть, понимание многих вещей и не произошло бы вообще, в принципе. Ну, какие самые главные поучительные ошибки были? Были ошибки разные, как бы и в структуре они были, получается, и в понимании, и в структуре бизнеса, в принципе, ошибки в доверии, например, и к сотрудникам ошибки, может быть, какие-то мотивации. Но это все, приходилось, как бы, потом все решать, в любом случае, все, как бы, ошибки, может быть, они и сейчас происходят, да, мы же, как бы, не останавливаемся на достигнутом, да, то есть нельзя сказать, что вот мы создали бизнес, все, теперь, как бы, я могу 20 лет, как бы, ничего не делать, жить спокойно, да, потому что у меня там все работает. Такого не бывает, потому что предприниматель, он в любом случае каждый день задействует, но если ты там отойдешь, все равно какие-то бизнес-процессы могут страдать, получается, да, там невозможно так все отточить, я уверен, что прям просто отойти от дел, как бы, на сегодня, прям, ну, вот, но это вот мое мнение такое. Вы сказали, что участвовали в разных бизнес-сообществах. Ну, да. Вот сейчас участвуете, и есть ли какая-то польза от этого? Есть предпринимательское сообщество «Опора России», в котором я состою, да, вот, есть у нас сообщество «Предприниматели Чуваши», да, в которых мы тоже, там, встречаемся, обмениваемся опытом, да, вот, но сейчас вот все меньше-меньше получается, как бы, то есть с работой встречаться. Но я стараюсь их обослежать, потому что сейчас все раз в соцсетях, все пишут, обмениваются опытом, встречаются, встречи проводят, я тоже постараюсь посещать. А предприниматели помогают друг другу, но все же существует конкуренция? Ну да, конкуренция, наверное, существует, но в основном, наверное, в отрасли своей. Но я не знаю, мы, кстати, даже в нашей отрасли общаемся с предприятиями, с такими же, очень плотно. И вот, я же говорю, мы даже, вот наши электро-технические предприятия Чуваши, мы входим в электро-технический кластер, где встречаемся и вместе обсуждаем, как развивать электро-техническую отрасль нашего региона, получается. У нас там больные темы с кадрами, например, мы решаем, привлекаем Чувашский государственный университет в это направление. Вообще, как мотивация происходит. Несмотря на то, что предприятие вроде конкурирует, но все равно мы решаем, стараемся решать какие-то общие задачи вместе. У нас были выезды совместно даже с главой Чуваши в Москву, на такие предприятия, как атомные отрасли, встречи совместно, чтобы мы позиционировали наши предприятия, чтобы уже сюда привлекать заказчиков больше на наши предприятия, потому что все от этого только в плюсе получаются. А политика импортозамещения как-то повлияла на деятельность предприятия? Конечно, повлияла на многие предприятия, да, и на наши предприятия тоже повлияла. Мы стараемся искать свои, как бы, уже теперь ниши и направления в импортозамещении. Сейчас, сегодня только вот я сейчас приехал, сделали заявку на маркетинговое исследование по импортозамещению определенной продукции, чтобы нам определить рынок вообще сможем, мы не сможем там работать. Вот, как бы, и организовать уже здесь производство в Чувашии, получается там. То есть импортозамещение, как бы, оно очень хорошее, движется, может быть, не теми темпами, как нам хотелось бы, да, но медленно и верно мы идем все-таки в нужном направлении. Я думаю, там, и власть наша, там, и вся наша поддерживает в этом направлении, как бы, и не только в электротягике, вообще во всех сферах, по сути дела. И условия у нас, как бы, ну, вот в России у нас много направлений, которые еще не так развиты, как хотелось бы, получается, и конкуренция у нас не такая еще сильная, как за рубежом, например. А какие, например? Различные ниши, там, например, всякие, вот сейчас цифровые направления очень хорошо развиваются, вот везде же слышно там про цифровую экономику. Но сейчас границы, понимаете, смыты, можно из Чебоксара работать там на всю Россию, за рубеж, как бы, и отсюда что-то там продавать, как бы, да, там, какие-то там коммуникации создавать уже очень, можно через интернет работать, и, по-моему, такие границы там, чтобы, как раньше, там, бизнес можно развивать там только в Москве, такого, как бы, уже нет. Обобщая наш разговор, вообще, стоит ли ввязываться в предпринимательское дело? Тут все зависит от человека, в принципе, да, там, я хочу сказать, что предпринимательство и бизнес – это конкретно вообще не для всех все-таки. То есть попробовать, конечно, можно, да, но тут нужны, как бы, очень усилия серьезные для того, чтобы этим заниматься все-таки, да, там. Я не хочу сказать, что я такой, там, самый, там, лучший, да, и поэтому этим занимаюсь, да, там, наверное, просто я из разряда людей, которые просто идут, там, к своей цели, там, медленно, но верно, да, там. И предпринимательство, вот, говорят, что предприниматели должны быть, там, предприимчивыми, да, там, находить пути постоянно. Многие предприниматели, они просто, как бы, вот, идут, как бы, да, там, к своей цели, просто идут, там, спотыкаются, там, вот, давайте сравним, там, со спортсменами, да, там, спортсмен вот идет на тренировку, да, там, вот она легкоатлетикой занимается, например, там, девочка. Она сегодня упадет, она же завтра не скажет, не встанет с утра, скажет, нет, легкая атлетика – это не мое, я больше туда не пойду, я лучше пойду за станок на завод работать. Такого уже не бывает. Вот предпринимательство – это аналогия такая же, что ты с утра просыпаешься и идешь дальше, делаешь свое дело. Станислав, большое спасибо вам за интересный и содержательный диалог. Я еще раз напомню, что сегодня в программе «По существу о предпринимательстве» мы говорили со Станиславом Басниковым, руководителем предприятия Elma Electronics. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии.